Всем привет, меня зовут Ануфа Рива Оля и вы на моем канале, посвященном 3D графике, скульптингу и всему, что связано с миром CG. Во-первых, хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Начинаем подводить итоги не только уходящего года, но и уходящего десятилетия. Насыпайте оливьешку, доставайте мандаринки, сейчас будут новости про CG. Вначале шокирующая новость. Всем слабонервным и тем, кто зарабатывает на жизнь моделированием, просьба отойти от экрана. Искусственный интеллект научился делать 3D модели по фотографиям. Новая технология от компании NVIDIA анализирует изображение и всего лишь за 100 миллисекунд создает 3D модель с текстурой. Но если почитать блог компании, то надежда на трудоустройство все-таки остается, потому что эта технология, по их словам, создана в основном для ориентирования роботов в пространстве, а не замены человека-моделлеров на рабочих местах. Вы, кстати, поглядите, чего они там только у себя не изобретают. Преобразовалки животных в других животных. 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 А еще вырезалка ненужных людишек с фото. Ну или не только людишек. И технология Гауган, которую они показали еще летом. Она превращает каракулей в хорошие картинки. Достаточно просто покрасить разными цветами, и программа сгенерирует все сама. Мечта. Я могу быть 2D-шником? Мы все можем быть 2D-шниками. Спасибо, NVIDIA. Вышел новый сабстанс. Из интересных нововведений появилась автоматическая развертка. Она еще дорабатывается, но уже можно пробовать. Много новых фильтров, кистей, масок. Кисти из фотошопа теперь можно экспортировать прямо в сабстанс. Также появились плавные кривые, рисунок на которых не ломается, как раньше. Пользователи давно просили эту функцию, а кто-то даже психанул сам сделал. И, конечно же, главное нововведение – это рисование по юдимам. Но его добавят только в следующем релизе. Зачем его сразу показали, пока непонятно. Под конец года обновился и фотошоп. В нем появились новые режимы выделения. Очень интересные, ускорящие работу инструменты. Какие сейчас идут конкурсы? Начался артвар! Дождались. Это уже четвертая война. На этот раз будет противостояние четырех стихий. Земля, вода, огонь, молния. Участникам необходимо сделать чемпиона, который атакует или защищается с помощью одной стихий. Подробнее можно почитать на сайте Куббраш. Как всегда, участники делятся на 2D и 3D направления. Все еще идет конкурс про Жану Д'Арк, о котором я рассказывала в прошлом выпуске. Это на сайте 3D Total. Зайдите, посмотрите, кому интересно. В сети появился трейлер немного пугающего Пиноккио. Вспомнился термин Зловещей долины. На Netflix вышел сериал «Ведьмак». Доступны сразу все 8 эпизодов. Средняя продолжительность каждого где-то 60 минут. Я думала, у тебя клыки, рога или что-то в этом роде. Я их давно отбросил. Русский дубляж присутствует. Ожидаем горячее обсуждение в интернетах, какой он этот «Ведьмак». А вы уже посмотрели? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Я еще не смотрела. Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. На этом все. Подписывайтесь. Комментируйте. Что-нибудь там еще делайте. Всех с наступающими праздниками. Пока! Пока!